Никита самого раннего возраста был очень активным и любознательным мальчиком. В 4 года он впервые встал на коньки, и вытащить его с хоккейного корта было проблематично. Казалось, что так будет всегда. Однажды Никита стал жаловаться на боли в колене. Незначительная, казалось бы, болячка оказалась некрозом правой головки бедренной кости. Лечение этой болезни требует несколько лет постельного режима, дорогостоящих редких лекарств. Нужны медицинская аппаратура, диагностирование. Решение обратиться за помощью к посторонним людям дало семье Никиты очень тяжело. Я решилась на этот пост. Очень тяжело переосилить себя, пойти просить. Это очень тяжело на самом деле. Я написала пост, надеясь на то, что нам помогут, может быть, 20 наших близких людей, наших друзей. Я даже не могла подумать, что откликнется весь город, вся область. Откликнулись десятки, казалось бы, совершенно чужих в семье мальчика людей. Нужная сумма для поездки в Санкт-Петербург и покупки всего самого необходимого для лечения накопилась в самый короткий срок. Все это время Никиту поддерживали друзья, хоккеисты из клуба «Молния», сотрудники администрации, врачи и простые устюжане, которые не смогли остаться в стороне. Мне, наверное, никогда не перечислить людей, всех, которые нам помогли, все, которые откликнулись на нашу просьбу. Кто-то за нас молился. Я знаю, что очень много людей, которые ходили в церковь и ставили свечки за здравие Никиты, незнакомые абсолютно нам люди. Очень много людей помогло нам финансово. Много людей мне звонило абсолютно незнакомых и плакали в трубку и говорили, чтобы мы держались. То есть, вот это просто было настолько неожиданно. Произошло просто вот чудо, по-другому я это назвать не могу. Первые трудности остались позади, но впереди мальчика ждут длительной реабилитации и постельный режим. Как правило, на восстановление косточки уходит несколько лет. Никита чувствует поддержку со всех сторон и мечтает вновь встать на коньки. Мотиватором к этому служит хоккейная шайба, которая всегда находится рядом с мальчиком. Как знать, может быть пережитые невзгоды закалят Никиту, и в будущем мы узнаем его, как успешного хоккеиста. Степан Корижановский, Вячеслав Голиков, телеканал Русский Север.